Вот так удивительно, но лучшего вообще вступления к моему докладу и быть не могло. Спасибо большое. Сейчас вы узнаете почему. Так, если презентация появится, будет вообще отлично. Так, презентацию можно, пожалуйста. Собственно, мы начинали говорить о том, что вообще у инноваций сейчас есть, что обсуждалось на FinoVaid этой весной, да, что предстоит сделать на самом деле не только российским банкам, но и, в общем-то, финансовым учреждениям, да, которые работают у нас на рынке. Я еще раз прошу презентацию включить, пожалуйста. Начали мы с того, что есть интернет-банкинг, есть мобильный банкинг, они оба растут, лидируют интернет, интернет-банк и у нас, и за рубежом. После этого мы перешли к сервисным услугам, да, это были SMS-сервисы, которые очень сильно популярны. Соответственно, наравне с SMS-сервисами у нас идут другие сервисы, которые указаны у меня в презентации. Отлично. Да, идет обслуживание клиентов через соцсети, так называемый social CRM. Я, к сожалению, не могу подробно останавливаться. Каждый пункт – это тема отдельного большого доклада. Я сейчас пробегусь, расскажу, и вы поймете вообще, к чему я веду. Есть мобильное сканирование чеков, в России пока никак не популярно, я не знаю, будет ли, да, MCC. Есть оплата электронных платежей, электронных чеков. 60 клиентов, 60% клиентов топ-10 банков в США используют эту функцию, да, у нас это гораздо меньше процентов, естественно. Есть person-to-person платежи, про которые уже много кто говорил. Ну, развивающаяся вещь, например, вот сервис Двола тот же, много этих сервисов есть, которые позволяют людям обмениваться деньгами, минуя, в общем-то, банки, хотя и здесь есть определенные возможности для развития, можно это будет потом обсудить. Есть так называемый мобильный банковский маркетинг, вообще недооцененная довольно-таки сильная вещь. Суть ее заключается в том, что есть мобильные приложения, которые банки делают сами, вот как тут был интересный доклад, да, пишут сами, либо заказывают где-то. Но нужно понимать, что в этом мобильное банковское приложение на Западе уже давно, в принципе, осознанно, что нужно в него встраивать какие-то услуги, которые помогут, помогут, да, списывать поактивнее деньги с банковского счета того, кто этот банк использует. Например, сейчас активно используется так называемый LBS сервисы, то есть Location Based Service, то есть в банковской, в мобильный банк, прямо банк встраивает стороннее какое-то решение, ну, скажем, купоны, офферы, не суть, с кем-то можно договориться, да, об этом. И, соответственно, когда человек проходит где-то по городу, ему показываются какие-то скидки, предложения, и он прямо используя свой мобильный банк, может что-то перечислить, купить и так далее. Это активно используется, это будущее, вот это вот на Финавейте обсуждалось очень много. Управление личными финансами, тоже об этом уже я видел, обсуждалось. Сбербанк про это рассказывал, то есть вот это вот PFM или OPFM, да, Online Personal Financial Management. Тут идея заключается в том, что есть много сторонних сервисов, да, и в России есть сервисы определенные, и за рубежом есть популярные сервисы, однако исследование показало, я покажу эти данные о том, что вот по топ-10 крупнейшим банкам США, что пользователи доверяют своему банку, и если бы банк сделал PFM, они бы использовали его с удовольствием, а не использовали бы какое-то стороннее решение. Ну, безопасность транзакции и персональных данных – обширная тема, хоть я и являюсь по образованию специалистом по информационной безопасности, говорить вот в рамках этого доклада я не готов на эту тему. Соответственно, есть доклад, доклад от Камскор за 11-й год, сделанный в феврале 12-го года. Самый свежий доклад, самый интересный, по-моему, по поводу использования онлайн и мобильного банкинга, если вы, соответственно, этим занимаетесь, если есть какое-то подразделение, которое планирует ваш маркетинг, потому что мобильный банк, интернет-банк – это все электронный маркетинг, в том числе, помимо технологических решений, то я рекомендую прочесть доклад, который строится по данным, вот я внизу привел, крупнейших банков Америки. Это очень интересный доклад. Самые интересные выжимки, я быстро по ним пробегусь, чтобы перейти к основной части моего доклада. Собственно говоря, реальный потенциал роста для банков и на Западе и у нас заключается в услугах, которые люди знают о которых, но не используют. То есть голубенькое это знают, синенькое фактически используют. Это определение, помощь в определении мошеннических действий, fraud detection, мониторинг кредитной истории, онлайн-чат и мобильный функционал. То, что люди хотят, но по тем или иным причинам не используют. Управление финансами. Я уже говорил, люди с радостью доверяют собственному банку. Они готовы использовать PFM, если вы его сделаете. Безопасность. Безопасность – основное препятствие для адаптации, соответственно, как мобильного интернет-банка и вообще оплаты онлайн-счетов. Это данные по США, у нас это все еще печальней. И-мейл-уведомления. Что интересно, имейл-уведомления остаются популярными, очень сильно популярными, то есть 50%, 48% респондентов, вот у этих 10 банков были опрошены, соответственно, пользователи, с удовольствием получают имейл-рассылки, как информирующие, так и счета безбумажные. Имейл-рассылки недорогие, востребованные, их нужно использовать. Мобильный банкинг. Мобильный банкинг – это самая популярная услуга в мобильном финансовом секторе. Вот здесь я привел сравнение, то есть есть мобильный банкинг, есть мобильные кредитные карты функционал, мобильное страхование, мобильный брокераж, соответственно. 14% с заметным отрывом у нас идет мобильный банкинг, то есть 30% была динамика за предыдущий год прироста. Так, ну это не так интересно. Три четверти опрошенных респондентов взаимодействуют с банком через мобильное устройство хотя бы один раз в неделю. То есть таким образом, да, ну понятно, необходимость мобильный банк, вот уже здесь звучало, нужно делать, да, это обязательно, да, это инновация. Ну вот фактические цифры, вы просто точку контакта, да, вашу приблизите, вы ее частотность взаимодействия увеличите однозначно. Ну потом подробнее сможем это, может, это изучить в докладе. Также обсуждалось уже до меня о том, что люди, использующие мобильный банкинг, молодые, в общем-то, и состоятельные. Это четко здесь показано. То есть левое внизу обведено возраст, 18-34, справа наверху обведен доход на семейство, там 100 тысяч долларов в год и больше. Да, это по США, в России я не знаю достоверных исследований, которым я могу доверять, где было оброшено не 100 человек. Вот, поэтому вот такое исследование есть, оно, в общем-то, довольно очевидное. Те счастливчики, которые знают о мобильном банке, используют его нечасто. Более того, они его используют для таких операций, как проверка баланса и просмотр операций. Ну согласитесь, это вы потратите какие-то средства на ваш мобильный банкинг, потому что это сделал уже кто-то другой, да, а люди будут пользоваться им вот так вот, как здесь написано, как они им пользуются фактически. Поэтому, кроме инициативы, то, что нужно выбрать компанию, выбрать цену и заказать наконец-то себе мобильный банк, нужно бы неплохо подумать о том, что обучить потребителя, как пользоваться мобильным банком. Это большая, серьезная проблема. Смотрите, интернет и мобильный банкинг наравне с инновациями очень важные такие вот штуки, которые должны быть включены в ваш маркет-микс. Вашу стратегию развития и заложены в бюджет. С этим спором в принципе нет. Здесь я полностью согласен с докладом от Сбербанка, соответственно. И по мере увеличения количества приверженцев смартфонов, что неизбежно будет происходить, эта тенденция будет только усиливаться. Однако, реальность в России, ну, как вот таковыми банками, да, большого, какого-то огромного, колоссального опыта, я не могу сказать, что имею, да, но в принципе наша компания работает, у нас просто бизнес-модель такая, с лидерами вообще рынков, да, каких-то там. То есть мы работаем с компаниями, с крупными, большими, налаживая им систему электронного маркетинга и реализуя частично ее, частично с помощью наших партнеров. Проблема заключается в том, что и по нашему опыту, и по опыту тренеров, бизнес-тренеров, с которыми мы работаем, про малобизнес я вообще не говорю, да, крупный бизнес, 80% топ-менеджера не знают, что такое маркет-микс. Я вот дальше не иду в стратегию развития и так далее. Употребляйте другой термин. А? Разве это главная проблема, что они знают, что такое маркет-микс? Нет, проблема заключается не в том, что они слова не знают, а вот маркет-микс – это объединение каналов, куда в том числе входит электронный маркетинг. Проблема заключается в том, что вот это вот встраивание не происходит. И, соответственно, все, что сказано выше было, да, интересно, полезно, делать нужно, планировать нужно, но мне кажется, что сфокусироваться нужно, вот, например, для России, простой пример – интернет-банк. Да, не говорю про P2P-платежи, не говорю про мобильный банкинг, вот про все это не говорю. Интернет-банк. Ну, действительно, объективно, тут были какие-то исследования, я не привожу их данных, они были малочисленные, мне непонятные, как они проводились, да, просто вот интернет-банк часто не соответствует даже интернет-банк минимальным ожиданиям пользователей. То есть это ограниченный функционал, скорость работы, еще что-то, еще что-то. Это отдельная тема, сейчас я не успею просто 10 минут уложиться. Посему, давайте поговорим чуть-чуть, буквально несколько слайдов, о таких вещах, как стратегии, эффективности измерения. Все, что потому что обсуждалось до этого, о чем говорил я, это все инструменты электронного маркетинга. Посему, смотрите, что мне кажется важно. Говорить об инновации их можно, нужно, однако, без наличия действительно маркетмикса и включения в него электронного, стратегии электронного маркетинга, без четкой бизнес-модели, ну, бизнес-модель, я верю, да, что она, естественно, есть, однако, стратегия электронного маркетинга должна позироваться на этой модели. Это обязательно. Это общие слова, но в действительности происходит каким образом, да, берется в формате, ну, вот я здесь взял международный формат такой вот графического бизнес-моделирования, да, разбирается бизнес-модель, откуда по кусочкам вытягивается в стратегию все, что необходимо сделать, после этого это проверяется на исследованиях, на аналитике и корректируется. Посему стратегия электронного маркетинга должна базироваться, соответственно, на вашей бизнес-модели и маркетмиксе, соответственно. Есть такая вот пирамидка, да, которая говорит о том, когда и как нужно использовать инструменты. Инструменты должны знать свое место. Я вот здесь слышал очень важное замечание о том, что нужно отталкиваться действительно не от технологий, вот передо мной Рубен выступал, соответственно, не от технологий, нужно отталкиваться от целей. Это большая, огромная проблема, то есть увидели какую-то блестящую штучку, нужно ее срочно, быстро сделать. Уровни пирамиды, которые стоят для чего, уникальность, кто как компания, ценности, способности, все это проходится, то есть обычно проскакивают сразу на нижние уровни, да, то есть начинают использовать тот же мобайл, который у меня на втором уровне стоит, не пройдя верхние уровни. Отсюда, соответственно, потом оказывается, что сделали интернет-банкинг какой-то дорогущий, а пользуются им для проверки счета, и теперь совершенно непонятно, как людям это все дело показать, чтобы они это использовали. Соответственно, важно понимать, да, что все каналы электронного маркетинга, все, о чем я говорил в инновациях, и ваши текущие каналы в интернет-банках, должны быть связаны и описаны стратегией. Вот смотрите, я привожу реальный пример, простенький, как из бизнес-модели по KPI была выбрана стратегия, после этого стратегия была прописана в четкие показатели, посчитаны рубли, и это компания не банковская, да, то есть было четко посчитано по каждому каналу, что какой каждый конкретный KPI, как он был достигнут, не все, конечно, каналы можно посчитать в рублях, это очевидно, тот же social media не всегда подается подсчетам, однако все, что можно формализовать, я предлагаю формализовать, есть для этого методики все необходимые. Ну, это такая общая картиночка для общего понимания, люблю порисовать, соответственно, выглядеть должно это примерно вот так. Следующий важный момент, который, это удивительно, но это действительно так, то есть я верю, я знаю, что, естественно, в любой нормальной компании есть CRM, там ERP, BI для отчетности и так далее, однако электронный маркетинг часто не связан с этими системами, что меня сильно печалит, то есть не всегда можно замкнуть цепочку на каких-то конкретных деньгах, заказах. Ну, не всегда это в принципе возможно, но тем не менее, то есть не всегда данные от электронного присутствия вашего электронного маркетинга, будь то рекламного, любого другого, поступают в ваши CRM ERP системы, об этом нужно задуматься. Ну, почти что последний слайд, по-моему, касающийся веб-аналитики. Вообще веб-аналитика – это аналитика в вебе, это неважно, какая она, самописная от стороннего какого-то провайдера, все что угодно. То есть ваш тот же мобильный банкинг, будь это приложение, будь это интернет-банкинг, ужимающийся под мобильное устройство, все что угодно. Все, что делаете в интернете, в электронных каналах, в принципе, это веб-аналитика. Пользоваться ей нужно очень аккуратно, вообще ей нужно пользоваться, тоже такая, в общем-то, редкость, в общем-то, еще в России, недавно, в общем, с седьмого года как-то она пришла к нам, и очень недавно развивается. То есть очень любит отчеты из нее делать и по сайтам банков. Вот тут я взял выдержку из исследования по банковскому сектору, исследование мне непонятное, не знаю, кто в нем участвовал, кто согласился дать свои пароли, и, как уверяют составители этого исследования, якобы они посмотрели все системы аналитики крупнейших банков. Не знаю, не верю, это коммерческая тайна, такая информация, но тем не менее, какие-то данные они здесь приводят, да, отказы, просмотры, глубины, конверсии во вклад, конверсии кредит, делают из-за какие-то выводы. Такие отчеты очень сильно распространены, и очень часто, когда я прихожу в действительно крупные компании какие-то, мне показывают эти отчеты, говорят, ну, смотрите, вот нам сделали отчет, значит, у нас все будет хорошо. Хорошо ничего не будет, потому что это отчет ни о чем. То есть, какие-то общие показатели об отказах по сайту, общие показатели о проведенном времени на сайте, это также, как мерить количество скачек вашего приложения, например, там, мобильного банка. Ну да, вроде бы и циферка бежит, руководству показать BI в той же системе можно, что скачивает, но что, кто это, сегментации непонятно совершенно, какую value это все приносит и вам, и клиентам. Нужно мерить несколько по-другому. Итак, что я предлагаю делать? Вот, предлагаю, поддерживая предыдущего выступающего, идти о цели бизнеса, измерять достижения. То есть проблема, технологическая проблема, в принципе, при учете наличия огромного количества действительно классных специалистов на рынке, да, то есть создать тот же мобильный банк, интернет-банк, группу, страничку, внутреннюю социальную какую-то сеть не стоит. Тут скорее стоят четыре проблемы, которые я на практике сталкиваюсь с которыми. Возможно, вы меня поправите, может быть, в банковской сфере этого нет. Хорошо, я буду только счастлив. Отталкиваемся не от инструментов, а от тех возможностей, а от целей. Всегда помним о том, что можно измерить, что нельзя. Это знание очень важно стараться измерять. Разработать стратегию электронного маркетинга, да, и аналитическую модель оценки результата. Если вы не знаете, что является для вас результатом, если это не вписано в какие-то KPI, если это не измеряется, в общем-то, достигать этого трудно или невозможно. И самое главное, последний пункт – административные проблемы. Вот это настоящая беда, то есть у каждого проекта должен быть какой-то свой ответственный, он обычно и есть, но, как правило, ответственный за проект электронного маркетинга есть проблемы. Образование электронного маркетолога в России, маркетера, да, в принципе, не существует. То есть есть какие-то курсы, есть какие-то зарубежные тренинги, да, но вот полноценного за 11 лет работы, да, полноценного человека, которому я пришел бы и начал рассказывать, и он все бы понял, о чем я говорю, такого человека нет. Поэтому отсюда возникают вот именно такие административные проблемы, кто за что отвечает, кто что понимает, кто что не понимает, тот же какой-нибудь простой отчет по веб-аналитике прочитать могут, в общем-то, единицы. Поэтому вот эти вот… Я очень извиняюсь. Да, все, у меня как раз идеально последний слайд. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, чем-то смог помочь. Спасибо. Спасибо Владимиру. А, извиняюсь.